Приветствую на канале. Вот такой вот генератор свободной энергии из шприца и неодимовых магнитов я нашел в интернете. Ссылочка на ролик в описании этого видео. Автор собирает вот такой вот генератор, запускает его и он начинает молотить как какой-нибудь бензиновый генератор, вырабатывать электричество и там даже у него загораются светодиоды. Мой же генератор немножко поскромнее, всего загорается один светодиод, как вы видите, красного цвета, но тем не менее работает без подвода какой-либо посторонней электроэнергии. Итак, в чем же идея данной конструкции? Как я понимаю, вот внутри шприца находятся два неодимовых магнитов, а снаружи шприца находятся два вот таких вот обычных кольцевых магнита. Ну и по задумке, я так понимаю, автора, именно за счет того, что магниты отталкиваются, происходит такое движение поршня, то есть в нашем случае это шприц, а поршни это что-то вроде как вот эти два неодимовых магнита. И вот от движения шприца начинает крутиться круглая ось и к ней подключен уже обычный электродвигатель. В данном случае он работает как генератор, но в это я еще поверю. Да, действительно, если электродвигатель начать раскручивать на постоянных магнитах, то да, электричество он вырабатывает. Ну и в нашем случае от всего этого процесса происходит вырабатывание электричества и горит, загорается светодиод. Но есть одна нестыковочка. Если магниты отталкиваются, то как они потом, то как поршень потом идет обратно? По идее, должна быть еще какая-то пружинка, правильно? Но даже ее нет, и поэтому уже даже этот момент говорит о том, что конструкция, ну естественно, подпитана где-то совсем с другого места. Ну, насколько я понимаю, скорее всего наоборот. Не шприц с магнитами толкает круглую ось электродвигателя, а уже к электродвигателю как-то подключено питание, так незаметно подведено, и он уже работает и крутит наш шприц вместе с наборов магнитов. Естественно, что звук убирается, ну и создается иллюзия, что это типа наподобие самозапитывающего устройства. На самом деле это, конечно, что-то типа идеи. И действительно, да, в комментариях пишут, что именно вот такие механизмы, они подталкивают к разработку чего-то, ну скажем так, более другого, интересного и, возможно, нового. Личное мое мнение в том, что да, вот такие вот ролики, они действительно обсудить такие механизмы, понять, правда это или нет. Кого-то они заставляют задуматься, кого-то усмехнуться. Кто-то, возможно, перелистнет, понервничает, скажет, опять, опять фейки какие-то сделали. Но, тем не менее, мне кажется, большинство, конечно, задумается и, возможно, этому большинству эта идея понравится и, может быть, где-то сможет использовать в своих каких-то планах, в своих планах и конструкциях. Ну а на этом у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok